Музыка 3 апреля в селе Кенель-Черкассы под эгидой Федерации профсоюзов Самарской области состоялось выездное совещание по вопросу развития и повышения эффективности социального партнерства в сфере труда. В этом крупнейшем муниципальном районе Самарской области система социального партнерства, основанная на трехстороннем сотрудничестве власти, объединении профсоюзов и работодателей, развивается уже 8 лет. Состояние социально-трудовых отношений, производственного травматизма, рынок труда, заработная плата, заключение коллективных договоров — это в последние годы самые актуальные вопросы, рассматриваемые трехсторонней комиссией. На сегодняшний день заключение коллективного договора — самый эффективный инструмент защиты интересов человека труда. И Федерация профсоюзов совместно с муниципальными властями района активно продвигает эту идею в жизнь. Динамика положительная есть, но то, что трехсторонние соглашения везде заключены — это первое. Идет рост заключенных коллективных договоров. Там, где есть профсоюзная организация, у нас 96%. Там, где нет, там у нас очень маленький процент. Это подтверждает и опыт Светланы Фроловой, лидера районной профсоюзной организации работников образования. Там, где работает профсоюз, и заключение коллективных трудовых договоров, и в целом защита интересов работников, находятся на довольно высоком уровне. Очень часто мы защищаем права работников образования. Допустим, пенсии по выслуге лет через суды, восстанавливаем на работе, если незаконно уволен работник, член профсоюза, много занимаемся отдыхом. В первую очередь проблемы возникают с частным бизнесом. Там процесс заключения коллективных трудовых договоров идет очень непросто. Собственник предприятия в такой работе не заинтересован. А сами работники зачастую слишком инертны. И сегодня очень важно донести до каждого, что коллективный договор – самый понятный и доступный нормативный акт, обеспечивающий защиту трудовых прав работников, а также получение ими дополнительных социальных гарантий. Активность должна проявляться не со стороны частного бизнеса, либо конкретных предприятий, а со стороны простых людей. И тогда это перерастет в активность работодателей. А мы, в свою очередь, тут обеспечим соблюдение всех правил, норм. Строительство, торговля, общественное питание. В этих отраслях экономики района предстоит целенаправленная работа по формированию цивилизованного диалога между работодателями и работниками в лице профсоюзов в вопросах социально-трудовых отношений. 10 апреля состоялась встреча профактива ФПСО с заместителем министра спорта Самарской области. Массовый детско-юношеский спорт в России с советских времен был под опекой профсоюзного движения. Те вопросы, связанные с развитием спорта, в нашей губернии как раз и, я думаю, что мы обсудим. Отдельное внимание на встрече было уделено подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. К такому грандиозному спортивному празднику международного значения в регионе предстоит построить множество новых объектов. Здесь наша позиция о том, что, конечно, в первую очередь при строительстве стадиона на чемпионат мира 2018 года должны быть задействованы предприятия, организации именно Самарской области. 17 апреля прошло заседание Совета Федерации профсоюзов в Самарской области. Главной темой встречи стала реализация решений внеочередного 8-го съезда Федерации независимых профсоюзов России. Примем новый устав Федерации профсоюзов в Самарской области, исходящий из решений внеочередного съезда ФНПР. Это очень важное решение и обязывает нас по-другому работать, по-другому относиться к своим обязанностям, начиная от первичной профсоюзной организации до Федерации профсоюзов. Меньше формализма, больше единства, солидарности и ответственности на всех уровнях профсоюзного движения. Советом принято решение по всем направлениям деятельности профсоюзных организаций в достижении достойного труда, в повышении эффективности защитных и представительских функций, а также перестраивание внутрисоюзных отношений с учетом общих целей и задач в защите людей труда. Много уделено внимания молодежи, которая должна приходить в профсоюзные организации и в профактив, чтобы быть не только участниками профдвижения, но и учиться эффективно защищать свои трудовые права. Сегодня в Федерации есть на кого равняться. На заседании Совета почетные дипломы были вручены победителям конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация 2013 года». Отдельной темой встречи стало торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Самарской области и созданной Федерацией независимых профсоюзов России партии «Союз труда». У нас создано региональное отделение партии «Союз труда», возглавляет мой заместитель Колесник Битрий Геннадьевич. Мы сегодня подпишем соглашение о совместной работе Федерации профсоюзов и регионального отделения партии «Союз труда», которые позволят нам развивать, во-первых, партийные движения. Это задачи партии «Союз труда», они такие же, как и у Федерации профсоюзов Самарской области. Остается добавить, что создание регионального отделения партии и подписание этого соглашения позволит профсоюзам участвовать в выборах в законодательные органы всех уровней с целью принятия законов в интересах людей труда, а на уровне региона более эффективно реализовать право законодательной инициативы.